Всем привет! С вами Трестания и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой кулон со шнуровкой. Раскатываем золотую полимерную глину 2,5 миллиметра толщиной. Гибким лезвием задаем форму. Можно воспользоваться шаблоном. Я делаю все на глаз. Инструментом текстурируем поверхность. Раскатываем еще один пласт 2,5 миллиметра толщиной. Гибким лезвием произвольно отрезаем два округлых кусочка и прикладываем их по сторонам нашей заготовки. Переворачиваем наш кулон, лишнее обрезаем по контуру. Стеком продавливаем точки. Одинаковое количество на одном уровне по обеим сторонам. Золотой пудрой тонируем серединку, а зеленой наши половинки. На одну из половинок я нанесла точечную текстуру, а на вторую половинку, как и на середину, линии, только под другим углом. Если точки деформировались, выравниваем их стеком. Для прошивки кулона нам понадобятся тоненькие ниточки. Для этого воспользуемся экструдером. Хорошо разминаем глину и выдавливаем нити. Мне захотелось прошить кулон золотыми нитями. Насыпаем пудру и хорошо промазываем каждую ниточку. Для того, чтобы все хорошо держалось, крепко и надежно, в каждое углубление капаем FIMO гель. Прошиваем самой обычной шнуровкой, крест-накрест. Помогаем себе в работе стеком и хорошо прижимаем каждую ниточку в углубление. Таким образом шнуруем весь кулон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрезаем полосочку золотой полимерной глины и прикрепляем ее на место крепления. В таком виде отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. Когда кулон остыл, продеваем 4 вощеных шнура, кончики смазываем клеем, одеваем концевики и, конечно же, не забываем про замочек. Готово! Вот такой кулон со шнуровкой у нас получился. Всегда можно поэкспериментировать с цветами и формой. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!